коллеги всем привет дмитрий каждан вновь приветствует вас на своем канале и сегодня хочу с вами как коллеги поговорить о таком человеке парикмахере имя его георгий код думаю что вы все его знаете любите о чем я хочу поговорить значит вчера сидел на работе было окно между записью и тут случайно вижу его instagram горит ярким пламенем горит и он там вещает рассказывает про свой успех про его конкурс который он создал золотой диплом вы знаете я этого человека в далеком в далеком 2007 году знал и сам лично с ним был знаком я думаю что он меня уже вряд ли помнит но когда он еще не был таким вот известным популярным по-моему это то ли его пик карьеры и он уже там что-то там знаете завоевал я не помню честно короче это было 2007 год и вы знаете вот в том году в далеком при всей его даже пускай даже лайтовой известности он оставался простым простым парнем в нем не было какого-то там пафоса какого-то там звездности то есть он уже тогда имел какой-то некий весомый вес парикмахерской индустрии но человек абсолютно был простой я с ним стоял и общался на равных меня на самом деле это очень удивило что такой человек вроде чешет очень круто делать классные прически и при этом он без какой-либо звездности и нормально общается и отвечал на вопросы когда мы буквально стояли рядом друг другом общались я вот смотрел его видео трансляцию и вспоминал того самого георгия кота которого я знал в далеком там 2007 году и вы знаете он до сих пор остался таким как он себя позиционирует простым парнем который любит свою аудиторию который любит своих учеников который любит своих клиентов вы знаете это дорогого стоит меня это очень сильно так вот впечатлило что я вот решил записать такой вот видео видео ролик на эту тему и честно сказать я до сих пор под впечатлением насколько человек предан своей работе насколько он взаимодействует со своей аудитории насколько он предан своей аудитории при этом он не звездит он остается простым парикмахером то есть да у него там есть статус да у него там многие скажут что они там корона на голове может быть но вот судя по тому как он вещал в своем инстаграме вы знаете блин классный парень вот честное слово простой открытый позитивный и веселый георгий год вот вы знаете вот к таким людям хочется идти на тренинг на какой-то мастер-класс или просто прийти и чисто вдохновиться очень приятно что есть такие люди и таким людям всегда хочется тянуться я например прически не делаю я не фанатик причесок но вот посмотрев его видео вы знаете даже захотелось прийти просто банальный какой-то его курс я не пытаюсь сейчас здесь его пиарить потому что я не знаю как он преподает лично в своей школе в своей академии я не был и у меня нету какого-то здесь знаете сложившийся о нем нет у меня такого сложившуюся мнение о нем как о тренере потому что я не ходил к нему на семинаре я не знаю как он преподает но я вижу какой он простой парень и вот это на самом деле очень ценно и это очень так я могу сказать цепляет к таким людям вот опять же я подчеркиваю стоит ходить потому что я думаю что с ним всегда можно о чем-то договориться с ним можно всегда поговорить это немаловажно я уже затрагиваю эту тему в своих предыдущих роликах о том что есть парикмахеры которые тупо грибут бабло у них корона все к ним на засратой казе не подъедешь они не общаются они не отвечают на вопросы они отдали свои страницы каким-то там девочкам которые ведут эти страницы и все а вот код он нет он сам взаимодействует с аудиторией блин слушайте но это дорогого стоит парень молодец и вот так же молодец виктор уксов в этом плане он тоже всегда общается со своей аудиторией всегда отвечает на вопрос он не отдает страницу каким-то там модератором чтобы они вели эту страницу он идет и сам то же самое как и григорьков вы знаете я честно говоря вот под впечатлением увиденного его в инстаграме и вот решил с вами поделиться в этом ролике тем что я увидел коллеги напишите мне пожалуйста были ли вы у кота на семинаре что у вас сложилось о нем какое мнение о нем такой ли он простой парень своих семинарах на своих тренингах или может быть это какая-то его знаете маска какой-то его какой-то образ я когда сидел читал его комментарии которые ему писали что только о нем не пишут и плохое и хорошее я вот даже знаете даже знаете выбрать такой пункт как плохое как его там оскорбляли обзывали какой он там секой блин ну вот тоже странные люди даже его не знают кто что он а вот так льют информацию в прямом эфире человеку о котором даже никто не имеет никакого представления не у меня личное представление о нем было еще вот так далекого 2007 года когда он был вот я говорю простым парикмахером когда он может быть у него и были какие-то там звания я просто не помню может быть он уже тогда был там чемпионом мира насколько я знаю у него по-моему двукратный чемпион мира насколько я помню если же нет поправьте меня вот и вы знаете игру вот приятно приятно смотреть на таких людей и самое главное коллеги приятно перенимать опыт таких людей и немало ценность что они вот такие открытые позитивные люди даже несмотря с таким статусом это очень очень ценно коллеги напишите все что вы думаете по поводу этого видео в своих комментариях мне будет очень интересно почитать прав я то что я думаю не прав подписывайтесь на мой канал ставьте большие пальцы вверх если это видео было вам хоть как-то полезно ну а с вами был дмитрий каждан всем точных стрижек всем пока 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 и Продолжение следует...